так ну что ребят всем привет давайте я вам расскажу что да как и почему сегодня ездили слушать тоны у меня завтра начинается уже тридцать девятая неделя беременности покажу вам какой у меня живот вот такой иногда мне кажется что большой тогда мне кажется что такой и не очень даже большой в общем завтра полных 38 недель начинается тридцать девятая я уже вовсю очищаю тренировочные схватки я знаю что такое у меня слева было что-то наподобие этих тренировочных схваток слева у меня так как были естественные роды то конечно я это я этих тренировочных схваток ждала уже как манна небесная потому что я думаю многие беременные согласятся что последний месяц он как правило самый тяжелый но у меня еще в эту беременность ситуация была усложнена тем фактором что ребенок находился и до сих пор находится в тазовом предлежание и соответственно нужно было выбирать метод рода разрешения то есть либо это акушерский переворот и соответственно естественные роды если переворот удается наружный он называется наружный акушерский переворот либо это роды в тазовом предлежание то есть ребенок у меня сидит на попе либо это кесарево сечение вот и вы знаете что конечно меня эта тема очень сильно волновала я очень много сама лично проштудировала информации на этот счет очень много прочитала и научной литературы и смотрела лекции акушеров гинекологов с огромным стажем работы и старой советской закалки и современных и российских и зарубежных и читала отзывы у нас на форумах реальные отзывы мамочек которые рожали в риге и в рижском роддоме и в других учреждениях которые делились как у них прошел переворот как у них прошло допустим если это были роды в тазовом предлежании как прошло кесарево сечение и так далее то есть у меня вот последние все эти недели голова была забита вот этой одной мыслью что сделал какой мне сделать выбор в пользу того чтобы это было наиболее безопасно для ребенка и соответственно для меня извините меня заложен нос это беременный линит который я который меня сопутствует на протяжении всей беременности ну я вот думаю что беременна закончится соответственно беременна линит у меня тоже пройдет вот но помимо этого еще у меня начала начала резко ухудшаться состояние буквально где-то дней 10 назад если вы смотрели мой предыдущий влог то вы знаете о чем я говорю потому что я там изливала душу жаловалась о том как мне было плохо как мне стало плохо в магазине дачу не потеряла сознание и тогда это был один из первых таких эпизодов но с тех пор они начали повторяться причем повторяться буквально практически каждый раз когда я встаю вертикальное положение и прохожу там определенное какое-то количество шагов то есть вот например доходит часто того что я могу даже вот просто встать с кровати помыть там посуду и у меня начинают вот так вот летать мушки перед глазами и головокружение если я вовремя не приму лежачее положение звон в ушах дикая слабость и вот реально предоплощая состояние то есть темнеет в глазах и такие вот прям провалы такой вот блокаут есть английском такое слово блокаут и вот у меня это начало происходить тогда магазине этот был первый эпизод который меня очень сильно напугал потому что я была одна и мой самый большой страх заключался в том что если вдруг меня реально вырубить чтобы я не дай бог не упала на живот тут футбук и всем своим весом соответственно не придавило это все вот и я ходила на днях сдавать анализы буквально вообще лаборатория находится в пяти минутах от дома дошла еле-еле просто вот так вот села у нас еще остался этот масочный режим я сижу и понимаю еще вот у меня начинается сразу же одышками нечем дышать на такое ощущение что у меня ну просто нет нет кислорода что я не могу надышаться я вот так вот сижу спустила маску и выходит медсестричка говорит вам плохо вам вызвать скорую я говорю да мне нехорошо но не надо скорую потому что я говорю у меня уже в последние недели беременности просто такое тяжелое состояние масочку все равно оденьте меня конечно это просто убило на повал потому что я подумала ну вообще где он тут человечность она сама увидела то есть я даже ей ничего не говорила я просто сидела и вот так вот тяжело дышала она сама подошла ко мне спросила не нужна ли мне помощь не нужно ли мне вызвать скорую и при этом говорит масочку-то наденьте ну в общем я очень конечно офигела ночью взяли у меня анализы потому что я тут уже начиталась с этими симптомами всего чего уже думала что это может просто некоторые симптомы подходит под такой диагноз как при эклампсии это вообще очень опасное состояние на последних сроках беременности но благо давление у меня в норме так у меня вообще в моей не беременной норме у меня пониженное давление беременность у меня она как бы нормализуется вот и нет ну к моче но все равно очень сейчас тяжело и потом опять я вышла в магазин ну потому что все таки хочется хоть как-то хоть что-то дело хоть маломальски не знаю купить там хлеба молока магазин находится опять-таки там двух минутах от дома и мне стало опять очень плохо и я прямо мужу группа слушай я не могу чтобы все вместе пошли уже под ручку и он вел тележку и какой-то момент я понимаю что все я иду и у меня вот такая опять начинается вот это придумаешь состояние начинает задыхаться у меня опять вот эти мушки закладывают уши то есть просто вы как будто я в бочке какой-то нахожусь и даже я вот заметила что я уже часто переспрашиваю обычно у меня очень хороший слух у меня вообще никогда не было проблем со слухом опять я вам сейчас нажалуюсь просто рассказываю просто я вам рассказываю свою предысторию чтобы вы понимали как бы я думаю может быть кому-то это окажется полезно потому что на самом деле ну вот нужно знать что бывают разные ситуации у меня ситуация вообще утазовое предложение если вы еще не рожали не пугайтесь это очень маленький процент женщин 3 от 3 до 5 процентов рожениц встречаются с тазовым предвижением то есть вероятность того что у вас она будет очень мало вот и такой токсикоз вообще такая беременность как у меня это редкость это реально вот исключение из правил что такая тяжелая беременность поэтому не смотрите на меня просто я вот рассказываю то есть не проецируйте мою беременность там на себя и никаком случае не пугайтесь вот просто я вам рассказываю вот свое реальное самочувствие и короче там мы с мужем пошли и я говорю слушай я нужно срочно лечь потому что я сейчас тут рухнул и я проставляю бросает шопинг бросает тележку потом вернешься заплатишь в общем он меня под белые ручки буквально довел до квартиры я легла и мне очень долго в ушах вот был вот этот вот звон наверно часа два и и летали мушки перед глазами я даже до последнего старалась не читать в интернете всех этих диагнозов потому что я знаю что вот так почитаешь и потом себя накрутишь и будешь потом думать об этом настраиваться печалиться и так далее ну конечно я уже почитал уже реально стало страшно вот и тем не менее все равно стоял вопрос что делать предлагали мне акушерский переворот но я изначально вам говорила что переворот я очень боюсь что я очень боюсь и по рассказам девушек которым который я изучила с одной девушкой я даже лично поговорила сегодня кстати так случайно получилось чтобы мы просто были в приемной разговорились у нее она беременная ждет третьего малыша и вот со вторым ребенком ей предлагали как раз таки у нас в роддоме а вот этот кушерский переворот в итоге было ужасно больно и ребенка когда перевернули она там искра из глаз и буквально чуть не за секунду он принял обратно это положение сразу приближание то есть принципе весь переворот он не удался стресс для матери стресс для ребенка и вообще конечно решение нужно принимать уже в каждом случае индивидуально в каждом случае я не против ни того ни другого ни третьего просто вам рассказываю про свой конкретный опыт и про свое конкретное видение вот возможно я где-то не права естественно я не утверждаю что я там глаголю вам истину в последние станции я всего лишь мама и всего лишь беременная женщина которая руководствуется тем чтобы роды произошли максимально комфортно и максимально безопасно для меня как для мамы и для ребенка сил просто тут их просто нет если с левой у меня было много сил и лёва лежал правильно и я его родила 4 килограмма 55 сантиметров такой немаленький ребеночек то есть дети я понимаю что в тазовом предлежание в общем я выбрала вариант плановое кесарево сечения вот потому что на мой взгляд в этой ситуации в тазовом предлежание и в учитывая тот факт что у меня как уроженицы самочувствие тоже не очень хорошая мягко говоря я приняла решение что для меня это будет в данной ситуации самым правильным решением вот и сегодня мы поехали слушать тона сказали что да ребенок еще сидит на попе вот у меня достаточно но уже выбрали дату вот и если роды не начнутся естественным путем раньше то в эту дату соответственно я буду рожать честно говоря у меня прямо от сердца отлегло потому что была такая неопределенность когда ты не знаешь что ли это будет переворот и я там ночью не спала просто вы не представляете страшилки снизу вообще с этими переворотами с этими детьми и в общем с родами это просто какой-то ужас и не знаю что ли кесарево то ли не кесарево то ли переворот то ли и роды в тазовом предлежали в общем меня это ужасно все нервировало и сегодня когда можно все-таки определились даты и и посмотрели проверили ребеночка я прям вот успокоилась то есть я понимаю что есть уже определенное какое-то у меня число на которое я могу ориентироваться конечно как я уже говорила что мы предполагаем а бог располагает возможно ребенок изъявит появиться на этот цвет пораньше тогда соответственно будем уже руководствоваться желанием ребенка но пока что пока что да пока что это плановое кесарево я конечно переживаю потому что все таки у меня до этого не было кесарева первого ребенка лего я родила сама но с другой стороны я тоже не хочу геройствовать не хочу строить себя там какую-то мать героиню которая вообще несмотря ни на что будет там стремиться за естественные роды поэтому вот так вот я вам рассказала ситуацию напишите как было у вас может быть все кого-то тоже было был такой вопрос рожать естественным путем или ну в общем или у кого-то было тазовое предлежание или у кого-то из вас был проведен этот акушерский переворот потому что я знаю что в некоторых странах вообще в принципе запрещен как манипуляция потому что он тоже имеет под собой немаленькие риски поэтому сейчас я как-то успокоилась конечно я думаю что накануне этой даты у меня будет легкий мандраж потому что тем не менее конечно кесарево сечение в любом случае это операция это полосная операция и многие говорят что тяжелая реабилитация что гораздо тяжелее реабилитация после кесарева чем после естественных родов конечно я этого не знаю потому что и как я сказал мне не было меньше чем сравнить но сейчас будет чем сравнить но я не могу сказать что например у меня слева была легкая реабилитация после естественных родов потому что если вы смотрите меня достаточно давно вот хотя бы с 18 года то вы знаете что у меня меня из роддома выписали с воспалением с воспаленным швом и к сожалению дошло до того что я очень долгое время не могла ходить нормально не могла сидеть нормально из-за того что было воспаление из-за того что вовремя это воспаление не заметили не проверили я снимала даже отдельное видео как я там была недовольна после родовым отделением так сказать потому что ну потому что потому поэтому я если честно не могу сказать что я после естественных родов прямо порхала на следующий день нет мне еще в месяц было тяжело выходить и спина у меня болела поэтому вот посмотрим сейчас наверное будет мне с чем сравнить расскажу вам потом как у меня восстановление было после естественных родов и как восстановление после фу-ду-фу надеюсь что все хорошо пройдет после планового кестрева вот ну короче говоря пока что вот так сидит баваня с одышкой но рассказала вам и надеюсь что кому-то из вас это видео действительно кажется полезным